Они тоже победили о вкладе Франции во Вторую мировую войну. Статья за 20 августа 2019 года. Франция считается одной из полноправных стран-победительниц германского нацизма наряду с Советским Союзом США и Великобритании. Но в действительности вклад французов в борьбу против гитлеровской Германии во многом переоценен. Как воевала Франция? К моменту начала Второй мировой войны Франция считалась одной из сильнейших стран Европы наряду с Германией и Великобританией. К моменту, когда гитлеровцы вторглись на территорию Франции, французская армия насчитывала более 2 миллионов человек личного состава. Включала 86 дивизий, была вооружена 369 танками, 1700 артиллерийскими орудиями и имела 1400 самолетов. У Германии на французской границе было 89 дивизий. То есть силы сторон были сопоставимы. 10 мая 1940 года Германия вторглась на территории Франции, а уже 25 мая главнокомандующий французскими вооруженными силами генерал Максим Вейган на заседании правительства заявил, что нужно просить капитуляции. 14 июня 1940 года немцы вошли в Париж, а 22 июня 1940 года Франция официально капитулировала. Одна из крупнейших европейских держав, имевшая десятки колоний в Африке, Азии, Америке и Океане, продержалась лишь 40 дней. Более миллиона военнослужащих попали в плен, а 84 тысячи погибли. 10 июля 1940 года, спустя два месяца после нападения Германии во Франции, было сформировано прогитлеровское марионеточное правительство, утвержденное национальным собранием в городе Виши. Его возглавил 84-летний маршал Анри Филипп Петтен, один из старейших французских военачальников, получивший маршальское звание еще в 1918 году. Незадолго до капитуляции Франции Петтен стал заместителем председателя французского правительства. Петтен полностью поддержал Гитлера в обмен на контроль за южной частью Франции. Северная часть осталась оккупированной германскими войсками. Правительство Виши, названное так по названию города, в котором было сформировано, контролировало ситуацию в большинстве французских колоний. Так, под контролем Вишистов оказались важнейшие колонии в Северной Африке и Индокитае, Алжир и Вьетнам. Правительство Виши депортировало как минимум 75 тысяч французских евреев в лагеря смерти. Тысячи французов воевали на стороне гитлеровской Германии против Советского Союза. Конечно, коллаборационистами были далеко не все французы. После капитуляции Франции, Франция развернул свою деятельность Национальный комитет генерала Шарля де Голля, действовавший из Лондона. Ему подчинялись французские военные части, не пожелавшие служить режиму Виши. На территории самой Франции развернулось партизанское и подпольное движение. Но стоит отметить, что вклад французского сопротивления в войну против гитлеровской Германии был не сравним с тем вкладом, который правительство Виши и подконтрольное гитлеровцам часть Франции сделали в оснащении вермахта вооружением, в обеспечении его продовольствием, обмундированием оборудованием. Практически все индустриальные мощности Франции, вплоть до ее освобождения, работали на нужды гитлеровской Германии. За период с 1940 по 1944 годы Франция поставила 4000 самолетов, 10 тысяч авиационных двигателей для нужд Люфтваффе. Немецкие самолеты с французскими двигателями бомбили советские города. Более 52 тысяч грузовых автомобилей, произведенных во Франции, составляли значительную часть автомобильного парка Вермахта и войск СС. Французские военные заводы бесперебойно снабжали Германию минометами-каубицами, бронированной техникой и трудились на этих предприятиях французские рабочие. Миллионы французских мужчин и не думали восставать против гитлеровцев. Да, имели место какие-то забастовки, но они не шли ни в какое сравнение с настоящей борьбой, которую вели на оккупированных территориях жители Советского Союза или, скажем, Югославии. В Советском Союзе шахтеры Донбасса затапливали шахты, чтобы углем не могли воспользоваться гитлеровские оккупанты, а во Франции рабочий максимум, что могли сделать, это провести забастовку. Нет, не против поставок оружия на фронт, а за увеличение заработной платы. То есть работать на наращивание мощи немецкой армии, они в принципе были готовы, но за немного большую плату. Сражающаяся Франция ассоциируется у нас, например, со знаменитым авиационным полком Нормандия-Неман. Летчики Нормандии-Неман настоящие герои, бесстрашные парни, отдававшие свои жизни, сражаясь в небе над Советским Союзом против гитлеровской авиации. Но мы же понимаем, что летчиков в Нормандии-Неман было очень мало, зато тысячи французов воевали в составе добровольческих формирований Вермахта и СС. По итогам войны в советском плену оказались 23 136 граждан Франции, служивших в различных частях и подразделениях СС и Вермахта. А сколько тысяч французов не попали в плен? Сколько тысяч погибло на советской земле, куда они пришли с огнем и мечом в охвосте гитлеровских захватчиков? Кстати, французский историк Жан-Франсуа Мурачоль оценивает численность свободных французских сил вооруженного крыла свободной Франции в 73 300 человек. Но, собственно, французов среди них было 39 300 человек. Не намного больше, чем число французов в советском плену и явно меньше, чем численность французских войск, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии. Остальные бойцы свободных французских сил были представлены африканцами и арабами из французских колоний около 30 000 человек и иностранцами различного происхождения, служившими в иностранном легионе или присоединившимися к свободной Франции по собственной инициативе. Кем были знаменитые французские партизаны? О движении Маки пишут книги, снимают фильмы знаменитые французские партизаны. Только вот французами среди них было абсолютное меньшинство. Да и разве стали бы этнические французы создавать партизанские отряды с названиями вроде Донбасс или Котовский? Основную часть французского партизанского сопротивления составили советские военнопленные, бежавшие из лагерей для военнопленных на территории Западной Европы, переместившиеся во Францию испанские революционеры, остатки революционных отрядов, потерпевших поражение от войск Франциска Франка, немецкие антифашисты, а также британские и американские военные разведчики, забрасываемые в тыл гитлеровцам. Только американских разведчиков было заброшено на территорию Франции 375 человек. Еще 393 человека были агентами Великобритании. Заброска агентов приняла такие масштабы, что в 1943 году США и Великобритания выработали весь резерв разведчиков, владевших французским языком. После этого стали забрасывать группы, состоявшие из одного англичанина, американца и француза, говорившего на английском языке и выступавшего в качестве переводчика. Наиболее ожесточенно сражались бывшие советские военнопленные, составлявшие основу многочисленных партизанских отрядов, названных в честь героев гражданской войны советских городов. Так отрядом Сталинград командовал лейтенант Георгий Пономарев. Франция до сих пор помнит имена Георгия Китаева и Федора Кожемякина, Надежды Лисовец и других героических советских воинов. Были среди участников сопротивления и представители русской эмиграции, например, легендарная Вики Вера Аболенская, жена князя Николая Аболенского. В подполе Вики занималась организацией побегов британских военнопленных, отвечала за связь между подпольными группами. Ее жизнь окончилась трагически. Она была арестована гестаповцами и 4 августа 1944 года казнена в Берлине. Гибном сопротивлении стала песня «Партизан», а написала ее Анна Юрьевна Смирнова-Морли, урожденная Бетулинская, также эмигрантка из России. Огромный вклад в организацию партизанской борьбы против гитлеровских оккупантов вложили евреи, французы и выходцы из других стран, создавшие на территории Франции целый ряд собственных подпольных групп, а также присутствовавшие в большинстве интернациональных партизанских формирований. Была создана подпольная сеть «Сильная рука», на базе которой сформировалась целая еврейская армия. В Лионе, Тулузе, Париже, Ницце и других городах Франции действовали подпольные еврейские группы, занимавшиеся диверсиями на складах, уничтожением сексотов гитлеровских спецслужб, кражей и уничтожением списков евреев. На территории Франции проживало большое количество лиц армянского происхождения, поэтому неудивительно, что появились и группы партизан и подпольщиков, этнических армян. Золотыми буквами вписано в историю Франции имя Мисака Манущана, армянского антифашиста, который сумел бежать из нацистского концлагеря и создать собственную подпольную группу. К сожалению, Мисак также был схвачен гестаповцами и 21 февраля 1944 года казнен. В группу Мисака Манущана входили два армянина, 11 евреев, 7 польских, 3 венгерских еврея и 1 бессарабская еврейка, 5 итальянцев, 1 испанец и лишь 3 француза. В нацистском лагере была убита писательница Луиза Сарапионовна Асланян Григорян, принимавшая активное участие в движении сопротивления вместе со своим мужем Арпиаром Ливоновичем Асланяном. Он также при странных обстоятельствах погиб в нацистском концлагере, то ли был убит, то ли умер от пыток. 22 августа 1944 года в районе города Ла-Мадлен отряд французских партизан Маки напал на немецкую колонну, отступавшую из Марселя. В колонну входили 1300 солдат и офицеров, 6 танков, 2 самоходных артиллерийских орудия, 60 грузовых автомобилей. Партизанам удалось взорвать мост и дорогу. Затем они начали обстрел колонны из пулеметов. Целые сутки немцы, имевшие абсолютное превосходство в численности, сражались с небольшим партизанским отрядом. В итоге погибло 110 немецких солдат и лишь 3 партизана. Герои французские партизаны? Бесспорно, да только французов в отряде было всего 4 человека, а остальные 32 бесстрашных антифашиста были испанцами по национальности. Всего численность французских партизан составляла около 20-25 тысяч человек. И это в стране с более чем 40 миллионным населением. И это если учитывать, что 3000 партизан были гражданами Советского Союза, а еще многие тысячи этническими армянами, грузинами, евреями, испанцами, итальянцами, немцами, волею судеб, оказавшимися на территории Франции, и часто отдававшими свои жизни за ее освобождение от гитлеровских захватчиков. Не тяжелы ли Франции лавры страны-победительницы? Что касается самих французов, то к партизанскому движению примкнуло абсолютное меньшинство жителей страны. Миллионы французских граждан продолжали исправно работать, выполнять свои должностные обязанности, будто бы ничего и не произошло. Тысячи французов отправлялись воевать на Восточный фронт, несли службу в колониальных войсках, подчиняясь коллаборационистскому режиму Виши, и не подумывали о сопротивлении оккупантам. Отсюда напрашивается вывод, что в целом французское население не столь отяготилось жизнью под властью гитлеровской Германии, но разве можно тогда в этом случае рассматривать Францию в числе одной из стран-победительниц фашизма? Ведь те же сербы или греки внесли куда более существенный вклад в победу над гитлеровскими оккупантами. В маленькой Новой Зеландии 10% мужского населения страны погибли на фронтах Второй мировой войны, сражаясь против японских и германских вояк, хотя Новую Зеландию никто не оккупировал. Поэтому даже если немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель и не говорил тех слов, которые ему приписывают, а что французам мы тоже проиграли, то их явно следовало бы сказать. Как такового вклада Франции в победу над гитлеровской Германией просто не было, поскольку режим Виши гитлеровцев поддерживал. Если же речь о поддельных французах, сражавшихся в рядах сопротивления, то было и множество настоящих героев, антифашистов немецкой или испанской национальности. Но никто ведь не говорит о вкладе Испании в борьбу с нацизмом или об участии Германии в победу над самой собой. Автор Илья Полонский специально для военного обозрения. Я просто от себя хочу маленькое замечание сказать. Ну где-то же партизаны брали еду, обмундирование, лекарства. Находясь на территории Франции, они тоже победили о вкладе Франции во Вторую мировую войну.